Ремонт крыш, проблемы с выдачей талонов и трагические случаи в медицине. Обсуждением таких вопросов сегодня обернулась для министра здравоохранения Омской области Андрея Староженко пресс-конференция, предшествующая профессиональному празднику – Дню медицинского работника. Какими оказались ответы главы ведомства, знает Светлана Урванцева. Сплошное кап-кап на нервы родителей, на головы их детей. В таких плачевных условиях очереди к врачам ждут маленькие пациенты в третьем филиале городской поликлиники имени Скворцова. В центре холла детской больницы в конце мая мы сняли целое озеро. Стекающие с потолка ручьи набирают полные ведра, которых здесь стоит десяток. Денис Злотников в поликлинику вводит уже второго ребенка, которому сейчас три года. Каждый раз поход в медицинское учреждение за врачебной помощью – лишний стресс. Лет 5-6 точно так есть положение, что оно постепенно разрушается под действием влаги. В филиале второй детской поликлиники наблюдаются сотни детей. По словам главного врача, сделать в помещениях ремонт уже много лет не позволяло отсутствие денег. Когда состояние учреждения стало критическим, они нашлись. Министр Андрей Староженко сегодня подтвердил – сейчас идут торги, которые должны завершиться в середине июля. Как только будет определен подрядчик, в поликлинике начнутся строительные работы. У нас такая же проблема по шестой детской поликлинике. Там тоже выделены деньги, тоже будет проведен ремонт. Конечно, денег на все не хватает. Та же ситуация у нас была и по горбольнице номер 17, когда, я не знаю, какой телеканал туда приехал. Там крыша разобрана, да, там идут ремонтные работы, да, там существуют какие-то неудобства. Но все это делается, мы стараемся за лето, ну дожди идут, что сделать? Мы стараемся за лето, конечно, все эти проблемы, ну не все, а большую часть, что в наших силах закрыть. А вот о проблемах с выдачей талона в поликлинике номер 2 Андрей Староженко говорит, что не слышал, хмурится. В редакцию «Антенны-7» обращались пациентки больницы, которые уверяли, что не попали на прием к врачу, потому что им не смогли выдать талон, так как в принтере закончилась краска. Такого быть не может. Потом вы же в курсе, что существует электронная регистратура. Электронная регистратура – вещь удобная и понятная для молодых. А вот бабушки все равно смогут записаться, только придя в регистратуру. К тому же пытаемся после пресс-конференции взять талон через компьютер. В ту же самую поликлинику номер 2, допустим, к терапевту. На завтра. С часу до двух в обед. Запись через интернет на это время невозможна. Звоним в регистратуру. Там нам сейчас смогут напечатать талон или нет. Все печатает. У нас не печатало это вообще в начале года где-то. Один день всего. Хотя еще в начале июня сотрудники регистратуры говорили, что проблемы с печатью талонов были совсем недавно. У нас в картридже один были, и все. Нечем было печатать. Сколько хватало краски, столько печатали. Не печатает компьютер, а какой смысл говорить что-то или давать что-то или печатать. А если от руки написать? От руки мы не пишем. То есть не выдача талонов из-за отсутствия краски все же быть может. Много жестикулировать и перебивать Андрея Староженко заставляют и следующие вопросы. Что касается Арины Остраушка и смерти во втором роддоме, вот все-таки когда были проверки, почему-то со стороны Минздрава четко было, во всем виноваты пациенты, врачи ни в чем не виноваты. Вот прямо четко, а в секунду, прямо четко был со стороны? Министр отвечает на вопрос по поводу смерти от менингита трехлетней Арина Остраушка. Больница готова заплатить деньги. Мы дали команду суды не продолжать. Точка. Закрыли тему. Вот просто закрыли тему. После этого снова был подан искренний суд об увеличении количества денег, чтобы сразу не было никаких вопросов. Об увеличении количества денег, которые нужно взять из больницы за данную ситуацию. Был еще один суд, где в этой просьбе было отказано. Были на конференции вопросы о нехватке в Омске больниц. Только на левом берегу их появится три. По программе государственно-частного партнерства лечебное учреждение будет и в микрорайоне Рябиновка, где этого открытия очень ждут.